Качественные, сравнительно недорогие, а главное, наши лекарства, которые производятся в Переславле-Залесском, линейкой семи иммунно-биологических препаратов, половина из которых несены в список жизненно необходимых лекарств, производятся здесь, в этих цехах. К примеру, в этом помещении специалисты выращивают в пробирках сырье, которое потом используют в производстве свечей и таблеток. Нашу производственную культуру я сейчас проверяю на подлинность. То есть мы должны быть уверены, что у нас будет запущена в производство наша культура, чистая, без посторонней микрофлоры. Под наблюдением специалистов здесь из своего сырья готовят вакцину. Замкнутый цикл производства обеспечивает более низкие цены для потребителя. Отсюда лекарства отправляются на упаковку. Флаконы для препаратов также проходят длительную подготовку. Здесь мы еще раз обрабатываем. Флаконы моются, очищаются. Потом идут стилизационные помещения, там стилизационные, стилизационные стилизационные. Производить свою продукцию здесь хотели бы на российском оборудовании. В этом случае процесс импортозамещения был бы практически стопроцентным. Нам не хватает отечественного фармацевтического оборудования. Очень бы хотелось, чтобы благодаря, может быть, такому хорошему фармкластеру в Ярославской области появились здесь же на Ярославской земле производители и оборудований, и расходных материалов, которые, к сожалению, нам иногда приходится завозить из-за рубежа. Губернатор Сергей Ястребов высоко оценил работу предприятия. На Ярославской земле есть большие предприятия фармкластера, есть малые предприятия, но они все создают общую структуру и решают задачу, как раз импортозамещение, производство лекарственных препаратов, которые наиболее эффективны. И слава богу, то, что они родились в России, эти препараты. Посещение фармзавода – только первый пункт рабочей поездки Сергея Ястребова. Следом губернатор отправился на встречу с ветеранами. Там глава региона наградил юбилейными медалями 70-летия Великой Победы 20 жителей Переславского района, все труженики тыла. Железную дорогу строили, и на Пирюкопе были, по 12 часов, а принесут поесть только, значит, это крапива-тарелочку и пайка хлеба 200 грамм. Вот и все. Всего юбилейные медали в Ярославской области в этом году должны получить более 27 тысяч ветеранов, фронтовиков, инвалидов и тружеников тыла. Андрей Децель, Денис Лосев. День в событиях.